Эту тему нельзя сегодня говорить. Когда мы узнаем наши безвозвратные потери, у многих волосы дыбом встанут. Бывший лидер пророссийских сил Донецка Павел Губарев, который в 2022 году вступил в российскую армию и принимал участие в войне против Украины, обвинил Путина во лжи. Губарев заявил, что Путин врал, когда утверждал, что Россия якобы добровольно вывела свои войска из-под Киева весной 2022 года, чтобы подписать мир с Украиной. На самом же деле российская армия была вынуждена просто спасаться бегством, поскольку потерпела ряд серьезных поражений. А Путин назвал это отступление жестом доброй воли, чтобы просто сохранить лицо и сделать вид, что никакого поражения не было. Вы участвовали весной 2022 года в походе российской армии на Киев. Мы уже стояли на пороге столицы Украины или Малороссии. Почему мы ушли от Киева? В чем, по-моему, по вашему мнению причины? Есть то, что вы сказали. Мы стояли под Киевом, вот мы могли зайти в Киев. Это заблуждение, которое я очень часто встречаю и, как свидетель тех событий, готов опровергнуть. На территорию боевых действий я попал 2 марта. И когда наша колонна двигалась, я насчитал 6 колонн сожженной бронетехники, там сгоревших солдат внутри видел, еще их не убрали, не эвакуировали. Потом пошли сведения с передовой, с Гастомеля, с Ирпеня, с Бучи о том, какое кровавое месиво там началось. Нас там ждали. Нас там ждали и малыми силами оказались сопротивления, настолько ожесточенные, что мы умылись там кровью. Немного не вышло с Киевом за три дня. Думали, что украинцы будут встречать российскую армию с цветами, но немного не рассчитали и пришлось умываться кровью. И отход от Киева, он связан не с тем, что там добрый Владимир Владимирович там пощадил, а с тем, что мы там потерпели ряд таких, ну, может быть, не катастрофических поражений, но достаточно крупных поражений, особенно ребята из десанта, из подразделений ГРУ, которые передовые наступали, они понесли тяжелые потери. Достаточно тяжелые, я не буду там в целях, чтобы не дискредитировать. История все равно ответит на эти вопросы рано или поздно. То есть мы ушли оттуда вынужденно, и Путин еще так красиво завернул, как будто это еще жест доброй воли. Поэтому тут мастерски, да, как тут дипломат. Дипломат, он, конечно, у нас непревзойденный, он завернул это все, и мы еще вышли как такие добрые ребята. Ладно, мы Киев там не будем захватывать, но на самом деле там было очень горячо, там было прям, ну, жарко. Смотрите, как интересно получается. Путин в своих выступлениях регулярно говорит, что Россия в 2022 году якобы сама по своей инициативе добровольно отвела войска от Киева, чтобы вот таким образом продемонстрировать стремление к мирным переговорам, а плохая Украина этот жест доброй воли не оценила и от переговоров отказалась. Как вы знаете, в Турции проходили, прошла целая серия переговоров между Россией и Украиной. Но после того, как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно, делают их хозяева, выбросили это все. Однако теперь мы видим, как сами же россияне, причем не какие-то оппозиционеры, а именно сторонники войны, открыто говорят о том, что Путин лжец. Никакие войска добровольно он никуда не отводил, войска вынуждены были отступить, поскольку встретили в Украине ожесточенное сопротивление и украинцы попросту их разбили. Мы там потерпели ряд серьезных поражений, понесли потери. И, сохранив лицо, Владимир Путин через истамбульские договоренности эту группировку тихонечко переместил на харьковское направление. Нельзя сказать, что мы услышали какую-то большую сенсацию. Разумеется, все нормальные люди понимают, что если бы Путин тогда мог взять Киев, он бы, конечно, это сделал. Но все равно, тем не менее, важно, что вранье Путина разоблачают его же собственные солдаты, которые были непосредственными участниками тех событий. К слову, Губарев разоблачает вранье Путина не только касательно событий под Киевом, но еще и касательно потерь. Напомню, что Путин же постоянно говорит, что у России потерь практически нет, или потери санитарные. Губарев же признал, что Россия несет потери очень большие, причем в несколько раз больше, чем Украина, потому что Россия наступает и теряет больше солдат. Точные цифры Губарев назвать отказался, но, по его словам, у россиян волосы встанут дыбом, когда они узнают реальную статистику потери. «Наступающая страна, даже по старым канонам, она несет потери в три раза больше. А в нынешней войне, я думаю, этот коэффициент куда хуже. Я думаю, что вообще, когда мы узнаем наши безвозвратные потери, у многих волосы дыбом встанут. Эту тему нельзя сегодня говорить, размышлять, но волосы дыбом встанут у всех». Ну и, конечно же, все эти эпичные поражения и огромные цифры потерь навели Губарева на мысль, что все это происходит не просто так, а потому что в руководстве России засели предатели. «Я очень много думаю на тему извечную русскую, глупость или измена, и все чаще склоняюсь к тому, что такая систематическая глупость, такая концентрация ошибок, такое бездарное затягивание острых и насущных вопросов, это все-таки меньше похоже на глупость, чем на измену». Кругом измена и темные силы не дают русским победить. «Русским не дают победить в этой войне. Зловещие какие-то силы, и во вне, и внутри России они тоже есть». Откровения Губарева только подтверждают, что Путин отвел войска от Киева и стал просить переговоры не потому, что он хотел совершить какой-то шаг доброй воли, а просто потому, что он получил по зубам. Следовательно, все причитания Путина о том, что вот он якобы с Украиной обо всем договорился, а Украина его обманула и в Стамбуле не выполнила какие-то обязательства, все это такое же вранье. И крайне важно, что это вранье разоблачают сами россияне. Вот я всегда говорю о том, что наиболее эффектно разоблачают российскую пропаганду всегда сами россияне. То есть они в какой-то момент просто начинают признавать, что вот раньше они врали, то, что они там рассказывали 5 лет назад. Это все фейк, на самом деле все было не так. И вот как раз мы видим очередной такой случай. И крайне важно все это максимально доносить до более широкой аудитории. Крайне важно вот такие все инциденты показывать, распространять. Поэтому оставьте лайк и комментарий к этому видео. Так оно получит больше охват, больше просмотров, соответственно, наберет. И подпишитесь на канал. Это тоже очень важно. Давненько у нас с вами не было рубрики «Зет-нытья». И поэтому сегодня я собрал для вас отборнейшее. Ну, надо сказать, что это не только плод тщательной селекции, но и результат того, что Россия вновь сделала более интенсивным свое наступление и свои атаки. А поскольку Россия делает это всегда одинаково, то есть посылает в бой огромное количество людей в качестве просто пушечного мяса и посылает технику без прикрытий, в итоге несет гигантские потери, то и «Зет-нытья» привалило. Причем в большом количестве. Есть все любимые рубрики, которые вы обожаете. Но также есть ответ на вопрос, почему в целом «Зет-нытья» стало меньше. Неужели в российской армии все стало намного лучше? Или у этого есть другие причины? Один из Телеграм-каналов отвечает на этот вопрос, причем напрямую, собственно, подтверждая все то, что я вам обычно про это говорю. Ну, а вы на канале Майкла Наки, и чтобы поддержать конкретно это видео и канал в целом, ставьте ему лайк, пишите ваш комментарий и подписывайтесь на сам канал. А также поддерживайте канал на Патреоне финансово, ссылка будет в описании. Ну, для начала давайте скажу буквально несколько слов, зачем эта рубрика нужна. Не только для того, чтобы вы радовались лучше о том, как стонут и воят «Зет-каналы», и как идея захвата Киева уже не кажется им настолько классной идеей, а их какая-то бравада, когда они писали, как мощно русское оружие, и как вообще уничтожена будет Украина за два дня, в итоге перетекает в то, что «О боже, сколько людей мы теряем, о боже, как и... воюют наши генералы, почему они как и... воюют» и так далее и тому подобное. Нет, это слушать, конечно, приятно, но это не основная цель. Во-первых, основная цель – это понять, что вообще происходит на этой войне. Ну, потому что все стороны, все спикеры даже, даже находясь номинально на одной стороне, китаются друг друга как и... говоря, что вот у того пропаганда, у того пропаганда, тот похож на Славьева, этот похож на Славьева. Люди используют это просто как жупел. То есть, на самом деле, они не приводят никаких аргументов, они просто готовы это повторять до тупения, потому что им кажется, что это их возвышает, что это их делает более какими-то значными. Особенно те, кого там, не знаю, несмотря на все их старания, влитые деньги и гигантский опыт, никто не смотрит, или никто не обращает на них внимания. Они пытаются вот привлечь внимание, обвиняя других. Но как же узнать на самом деле, что происходит? И мне кажется, это один из лучших способов, когда мы берем информацию от врагов. Ну, то есть, когда мы знаем Z-канал, он не будет там действовать по методичке там украинской, да, когда мы имеем каналы, которые не ЦПСО. То есть, подтверждено, что это российские военкоры, подтверждено, что это люди, которые, так же, как и Путин, хотят уничтожения Украины, что это люди, которые работают на Путина, да, что это люди, которые встроены в эту систему. И когда они пишут, что все довольно херово, это значит все довольно херово. Особенно, когда основывают свои суждения, они на видеозаписях и на фотографиях. И это один из способов определить, что реально происходит, которым я с вами этим способом и делюсь, читая вот эти вот бесконечные Z-каналы, что, честно говоря, не то чтобы сводят с ума, но удовольствия в этом мало. Но ассенизатором тоже кто-то должен, в конце концов, работать. Ну и, в-третьих, сборы. Сборы тоже довольно важны. И собирать, собственно, украинскую армию под постами Z-натье, мне кажется, как раз отличная идея. Ну и так, давайте без долгих прелюдий, хотя уже была довольно долгая, начнем же погружаться в пучину этого воя. Начнем с телеграм-канала Росгвардеец, который пишет довольно простую, понятную лично мне вещь, но которая нуждалась в уточнении для остальных. Вот что он публикует. За полгода телега, конечно, изменилась. Говорил еще в конце лета, что будет цензура и постепенно перестанут подниматься острые вопросы. Помониторив некоторое время ТГ-каналы, вижу, что, в принципе, так оно и стало. Крынки, наверное, крайне громкое дело, в котором многие подняли вопрос управления и избыточного расхода человеческого ресурса, то есть попросту наших солдат. Сейчас уже пишут более завуалированно, дабы избежать проблем. Как мне кажется, хотя я не утверждаю, просто взгляд со стороны. Ну и Филатов, конечно, один из немногих, кто до сих пор открыт и прямо говорит об острых проблемах. Тут даже добавить нечего, кроме фактов. А их полно в сети со стороны пи***а. К сожалению, нежелание учиться, слушать и развиваться приводит к таким кадрам. Мы всей интернет-аудитории радуемся подбитой одной с***ю Брэдли, не думая, сколько нашей техники потеряно в результате штурма. Штурм — это самое тяжелое, что может быть, и без потерь в живой силе и технике. Его просто не бывает, за очень редким исключением. И, наверное, благодаря Богу. «Критикуешь — предлагай». Да тут тоже все давно уже сказано. «Учиться надо на чужих ошибках, а не наступать на грабли, смакуя каждый удар и при этом говоря, что не так уж и больно», пишет телеграм-канал «Росгвардейц». Ну, собственно, для тех, кто смотрит меня, это неудивительно, потому что я вам говорил, что так будет и говорил, что так происходит, что действительно цензура становится не то, что больше. Она стала просто тотальной. Минобороны гасит любой негатив, который появляется в сети. А того же Мурза, который напрямую сказал о гигантских потерях при захвате Авдеевки, его и вовсе довели до того, что он наложил на себя руки. Поэтому сейчас зад-каналы прорывают только в очень редких случаях. И реально это уже такая вот, когда какая-то совершенно паническая история. И, как правило, это выражается в том, что они репостят кого-нибудь отдельно смелого, который позволил себе написать пару нелестных слов. Ровно это произошло с упомянутым Филатовым, но до этого мы еще дойдем. Вообще большой подрыв различных частей тела зад-каналов связан с появляющимися видеозаписями с украинской стороны, где они показывают, как по российским колоннам просто прилетают и в пиведрон, и разматывают их подчистую, причем в большом количестве. И вот, собственно, с этого видео начался большой всплеск. Это видео с Бердачей, Авдеевское направление. Ежедневно, пишет Украинский канал, противник штурмует населенный пункт силами трех бригад, применяя большое количество техники и пехоты. Все эти попытки бойцы отдельно механизированной бригады умножают на ноль. Эта БМП-1 вместе с десантом прорвалась в деревню. Воины из роты ударных БПЛА остановили технику с помощью ФПВ-дрона, ликвидировав сразу четырех захватчиков. Пехота 26-го отдельного стрелкового батальона 47-й МБР, получив преимущество, уничтожила остального противника. Очередной штурм российских оккупантов остановлен. Битва продолжается. Пишет, собственно, телеграм-канал 47-й бригады. И на это видео обращает внимание как раз упомянутый Филатов. Помните пиршество пропаганды, когда украинцы перли броней в контрнаступе и их разматывали? Помните, как смаковали это по федеральным каналам? Помните количество цитируемости этих кадров? А где новые такие кадры? Украинцы поумнели? А знаете, что мы таких кадров украинцам подарили значительно больше? Отрицательно поумнели, так сказать. Ни время атаки, ни маневра, ни варианта Б, ни рэба, ни сколько-нибудь внятной пассивной защиты брони от ФПВ. Если сейчас ухранители вылезут, с ты академии не заканчивал и вообще на ЦПСО отрабатываешь, то сначала ответьте на мой вопрос. Ваши сыновья, почему не едут на той броне? Пишет Филатов. И, собственно, его репостят почти вся зеттусовка, потому что самим писать страшно за это может прилететь. Сидящий в тюрьме стрелков не даст соврать. Наложивший на себя руки Андрея Мурс тоже, но аж о Евгении Пригожин, игравшийся с гранатами под кокаином по версии Владимира Путина и подавно. Но некоторые пошли дальше и даже продолжили мысль Филатова. Например, Юрий Подоляко, который в целом максимально лоялен российским властям и является вот в этом путинском пуле. То есть, когда Путин вот пробовал заседать с военкорами, это, правда, долго не прораблилось, но, тем не менее, он там был. И он 95% времени абсолютно лоялен. Пишет, как будет разгром на Украину, пишет про постоянные успехи России, что всех уничтожили, что генералов надо, каких-то уничтожили вообще. Вот пишет, ну, просто лютую ахинею, но иногда позволяет себе, опять же, и делать критические замечания. И вот здесь он репостит Филатова, а затем продолжает. И в продолжение темы хочу добавить, пишет он, что очень много здесь зависит от командира батальона, полка, бригады и даже дивизии. Но почему-то до сих пор, спустя два года правильный отбор у нас здесь нормально не работает. Наоборот, те, кто слишком мозолит начальство уши своими требованиями, стараются не продвигать, а при случае снимать с должности. А знаете почему? Спрашивает Подоляка. Правильно, потому что академики из генштаба больше всего не любят тех, кто сомневается в их гениальности, а любят тех, кто лишних вопросов не задает и выполняет любой приказ, даже тот, который выполнять нельзя. И выполняют же отсюда и те самые кадры у противника. А у нас потери, которых можно было избежать. И, увы, это не единичный слушатель, пишет Подоляка. И это, конечно, довольно иронично, потому что то, что написывает, применимо и к нему, и к Путину лично. Ну то есть в целом российская армия с самого начала полномасштабного вторжения не должна была выполнять ни одного приказа. Потому что заходить на территорию чужого государства и уничтожать там население, пытаться уничтожить само это государство или аннексировать территорию, как в 2014 году, это преступление, военное преступление, это преступный приказ. И штыки должны были повернуться против Владимира Путина, если бы это были достойные солдаты, достойные генералы. Но это не так. Отрицательная селекция год за годом. Я, собственно, я не думаю, что открою какой-то невероятный мир подоляки, но суть заключается в том, что эта армия делает то, что она делает, только потому, что она сплошь из некомпетентных лизателей, которые не имеют ни чести, ни совести, ни офицерской чести. Именно поэтому они вообще воюют в Украине. Поэтому, если он настаивает на том, что армия должна стать лучшей, там должны появиться настоящие профессионалы и люди чести, то у меня плохие новости. Подоляку они под первым, ну или вторым, за Коношенком. Вот что добавляет позывной осетин. К сожалению, такое было в крынках. А еще мне было больно смотреть, когда подроем ФПВ дронов по дню едет три БМП друг за другом и также облеплены бойцами и штурмовиками. Понятное дело, прилетает ФПВ в БМП и все разбегаются, кто в лес, кто куда. К сожалению, не все выживают. Такое бывает, к сожалению, но я думаю, виноваты не только лампасы. Вряд ли они сами направляют именно так. БМПхи, не отрицаю, что отправляют туда их они. В таких случаях виноваты все. Главное, чтобы это меньше повторялось, а лучше, чтобы таких случаев не было. Эти случаи добавляют себя. Два года повторяются. Когда я говорю, что российская армия не обучаема, я ровно про это. Мне вот говорят, Майкл, ну вот ты говоришь, они не обучаемые, а вот смотри, у них появились значит ланцеты. У них появились, ну короче, появились какие-то вещи. Так это, ну не изменение. То есть российская армия на ошибках не учится. У нее появляются новые технические средства. Иногда завезенные из-за рубежа, как шахет. Иногда подсмотренные, как у МПК, подсмотренные с Джейдамом. Иногда там сами что-то разрабатывают. Но базово, с точки зрения тактики и стратегии, они на ошибках не учатся. Поэтому как ехали на броне солдат погибать, так и едут. Как въезжали они в рой дронов FPV-шных, так и въезжают. Ничего не поменялось за эти два года. И не поменяется. Не потому, что там, я не знаю, все россияне п***ят, а потому что, собственно, нельзя сообщать начальству о том, что есть какой-то провал. Это не баг системы, это фича. Более того, на самой верхушке Путин абсолютно на сколько людей помрет. Вообще, ему не важно, сколько будет потерь. Ему не важно, сколько людей сдухать. Путин не заинтересован в сохранении жизни, в том числе россиян. Ему плевать, сколько умрет украинцев, ему плевать, сколько умрет россиян. Может быть, даже наоборот, ему нравится, когда люди умирают в большом количестве. Он социопат, возможно, у него такой фетиш. В общем, эти ошибки как не исправлялись, так и не будут исправляться. Также будет очковтирательство, также будут, собственно, новые безумные атаки, потому что единственный способ, которым Россия ведет продвижение, это закидывание врага пушечным мясом. Все. То есть, единственное преимущество, даже не в количестве людей, потому что количество людей плюс-минус одинаковые на линии фронта у России и Украины. Это сравнимое значение. А в том, что российские солдаты спокойно совершенно идут на забой. Ну, то есть, как бы их обнуляют, если они идут, там стоят заградотряды, им угрожают и так далее. И они послушно идут или едут на мотоциклах, например, в чужой вражеский окоп, что точно почти гарантирует им смерть. Вот тот способ, которым Россия достигает каких-то территориальных завоеваний. Однако, стоят ли они того количества потерь, даже с чисто военной точки зрения, вопрос открытый. Филолог Серой Зоне комментирует следующим образом. Очередная наглядная иллюстрация преступной некомпетентности или столь же преступной халатности в организации атаки. Новое видео 47 МБР противника из Бердачей. Одно дело, мы имеем проблему надежной антидронной защиты боевой техники, которая стоит острейшим образом. Копеечный дрон выводит из строя боевую машину. Это очевидный момент. Другое дело, какие вводные по обстановке дали экипажу штурмовой группе, где указали точку высадки, какую задачу поставили. Ведь машина с десантом тупо впилилась в зону прямого поражения стрелковым оружием. Причем неожиданно для себя, но не для противника. И здесь даже никакие Брэдли не выкатывались. Банально добили стрелковкой. В общем, типичный пример эксцесса, возведенного в рутинную практику. Всеми нами любимые, нет классика жанра, постановки боевой задачи в стиле «Идите туда, там никого нет» или «Идите туда, вас там встретят». Ну и кого там нет, те и встречают. Пишет филолог в серой зоне. Ну и кстати, чтобы, естественно, у украинской армии была возможность и дальше разматывать российские войска, украинская армия нужно помогать. Украина находится в тяжелейшей ситуации. Знаете, когда я вижу эти разговоры, можно ли помогать украинской армии или нет, я не понимаю. Ну, может, со мной что-то не так. Может быть, как бы я на другой планете родился. У меня очень простая история. Мне не важен цвет паспорта, национальность человека. Есть очень простая история. Есть страна-агрессор, которая напала на территорию другой страны. Есть российские бомбы, которые летят в украинских граждан. Украина воюет не потому, что хочет воевать. Украина воюет, потому что стоит вопрос об ее уничтожении. Россия вторглась на территорию Украины и начала там убивать людей. Это доказано. Есть бесконечное количество примеров. То есть, есть агрессор и есть жертва. Причем агрессор больше жертвы. У агрессора больше техники, больше потенциально мобилизационного ресурса, больше не только количества этой техники, но и разнообразия этой техники. Дальнобойные ракеты и все что угодно. Ну, то есть, по всем параметрам у России почти всего больше и ресурсов больше. Ну, тот, кто в этой ситуации раздумывает, а на чьей он стороне, мне кажется, человек. Я не знаю, какие вы читали книжки, какие вы смотрели фильмы. Я тоже читал советские книжки, в том числе, про Великую Отечественную войну. У меня и прадедушка, и прабабушка воевали в ней и были отмечены большим количеством наград. И я с детства знаю, что, когда есть агрессор, который нападает на жертву, то нужно быть на стороне жертвы максимально и помогать. независимо от того, видишь ли ты, не знаю, потенциальный успех или нет, ты просто становишься на сторону того, кого пытаются уничтожить. Даже если с риском для своей жизни, для своей свободы, для своего комфорта. Это база. Мне казалось, все люди такие, но оказалось, что нет. Даже те, кто номинально против войны и против Путина, многие из них говорят, что они не готовы поддерживать жертву. Многие из них говорят, что жертва должна, не знаю что, сдаться и дать возможность уничтожить Украину как государство и людей внутри нее. Я этого не понимаю. Поэтому я как помогал, так и продолжу помогать украинской армии, которая воюет не потому, что хочет, а потому, что она защищает своих родных и близких. Там воюют даже по многому непрофессиональные военные. Точнее, они уже стали профессиональными, но во многом это обычные ребята, которые просто вынуждены были пойти защищать своих родных и близких, чтобы их не сожгли, как в Буче, чтобы их не закопали во дворе, как в Мариуполе. Ну, то есть, мне кажется, тут все максимально просто. Поэтому я как помогал, так и буду помогать. И надеюсь, что вы тоже. Надеюсь, что вы тоже будете помогать. Сегодня как раз, ну, вы же знаете, вот те сборы, которые я публикую, там часто есть только одна возможность доната. Вот. И не у всех получается это сделать. Поэтому, собственно, сегодня проект Freedom Birds. И мы с ними уже работали один раз. Ну, в смысле, что я уже анонсировал их сборы, и вы очень много и очень сильно помогли. Спасибо вам большое. Они отчитываются о всех своих сборах. У них много разных сборов и как бы точно абсолютно дойдут. И там есть на ваш выбор. Есть помощь ВСУ, есть помощь гуманитарным всяким разом. Вот прямо сейчас у них есть сборы. Дроны FPV Mavic 3 для защиты Украины. Автомобиль для волонтеров Херсонской области взамен поврежденного. Два EcoFlow Delta, два Max для украинских защитников Запорожья. Три инверторных генератора для украинских защитников Запорожья. DJI Mavic 3T для 110-й механизированной бригады. Эвакуационный автомобиль для 81-й аэромобильной бригады. Ну, то есть, вы можете помочь со сбором на генератора, помочь со сбором на эвакуационный автомобиль, на дроны. В общем, любой вкус и цвет. Собственно, сайт, вы их уже увидели сейчас. И вот QR-код, по которому вы можете это сделать. И ссылка будет в описании. Переходите на сайт, выбирайте сбор, которому вы хотите помочь и помогайте. Потому что, ну, опять же, мне кажется, что каждый должен помогать тем, кого пытаются уничтожить. И все. Без всяких но, без всяких исключений, без всякой патетики. Ну, может, это я такой какой-то очень старомодный человек. Ну, а мы с вами возвращаемся к Zet.net.io. Вот что пишет филолог Серезони уже по немного другой теме. Совершенно очевидно то, что вне зависимости от непонимания нашим государственным мастодонтам информационно-технологических реалий 21 века и яростной отработки и победоносной повестки нашими патентованными пропагандистами, поставляемые противником в инфополе товарные объемы неблагостных свидетельств наших боевых факапов, подчеркивают наши слабости и прямым текстом говорят о том, что нас можно бить. Наши сложившиеся боевые практики с фактическим отсутствием ориентированности на сбережение личного состава неуклонно ведут к повышению количества отказов и снижению притока добровольцев. Фактическое закрепощение личного состава на неопределенную перспективу вкупе с отсутствием системных ротаций столь же неуклонно ведет к общему психологическому и физическому износу людей. Одновременно с этим тяжелые избыточные потери ввиду невысокого качества боевой работы на земле закономерно ведут к быстрому стачиванию наших наступающих частей. Все это повышает шансы противника на то, чтобы подловить наши войска на общем переутомлении и количественном истощении. В таком случае государство будет поставлено перед необходимостью проводить очередную массовую волну мобилизации в авральном порядке. Плюс к этому вся эта затяжная возня с нашими минимальными продвижениями на фоне широко демонстрируемых противником наших потерь, чтобы там не вещали наши патентованные пропагандисты, самым существенным образом продолжает бить по нашему имиджу, заключает филолог в серой зоне. И сложно с ним не согласиться, честно говоря, по всем пунктам. Ну, как раз вот я ценю некоторые такие Z-посты, потому что они подтверждают то, о чем с вами мы говорим. То есть то, к чему мы приходим аналитическим образом, анализируя как раз видеозаписи, анализирование, анализируя вообще систему работы человеческой психологии в окопах, то есть общую усталость и вот опять же тезис про снижение добровольцев, про который я вам тоже рассказывал, почему бред те цифры, которые называют Медведев. Все это, как мы видим, подтверждается как минимум самими Z-пропагандистами. Уморительно, что пропагандист называет других пропагандистов пропагандистами, видев себя к ним, не причисляя, но тем не менее вот это какие-то подтверждающие слова. Это не значит, что все это правда, это не значит, что мой анализ тоже правдив, но чем больше подтверждений ему из различных источников я нахожу, тем как бы я в нем увереннее. Именно поэтому мне важны разговоры, например, с Русланом Левиевым, который считается более скептически настроенным к успехам обеих сторон. Так сформулирую, поэтому мне важно сверять с ним часы. И на самом деле по 90% выводов абсолютно мы с ним совпадаем. И по наступлениям, и по потерям, и по добровольцам, то есть абсолютно нет никаких различий, несмотря на то, что в определенных кругах я считаюсь пропагандистом, а Руслан Левиев объективным аналитиком. Но я не являюсь военным аналитиком, он в любом случае в этом смысле больше профессионал, но 90% вещей абсолютно у нас вот так вот, даже 98, я бы сказал, наверное, совпадают. Как совпадают и с некоторым рядом Z-авторов, как вот этих, которые тоже фиксируют абсолютно все то, о чем мы говорим. И таким образом большое количество разных свидетельств позволяет мне делать вывод о том, что с высокой вероятностью анализ является верным. Ну вот еще один анализ уже от Губарева, который также признается и что потери высоки, и почему об этом нельзя говорить. Но это видео, давайте посмотрим. По старым канонам она несет потери там в три раза больше. А в нынешней войне, я думаю, этот коэффициент куда хуже. Я думаю, что вообще, когда мы узнаем наши безвозвратные потери, у многих волосы дыбом встанут. На эту тему нельзя сегодня говорить, размышлять там, но... То есть, как вы видите, прекрасно они осознают, что дадут по шапке. Ну, поскольку Губарев бывший соратник Стрелкова, который отвернулся от Стрелкова, буквально воткнул нож в спину, когда Стрелкова посадили, понятно, почему он дополнительно боится про все это говорить и честно в этом признается. Но потери действительно гигантские, что понятно и Губареву, и на самом деле всем остальным. Паблик Грейзон также присоединяется ко всеобщему обсуждению и конкретно того видео в Бердычах, и к обсуждению всех остальных видео, которые появляются в большом количестве с линии фронта в последние, ну вот, недели две-три, я бы сказал. Тут уже и не надо иметь симпядий во лбу, пишет Грейзон, чтобы, как выразился Филатов, положительно поумнеть. Как говорится, глупых миллиардеров не бывает. Так вот, Лампасов тоже. Если он стал генералом или хотя бы, быть может, полковником, но при этом является не офицером, а Лампасом, то он точно не тупой, потому что хитрый раз, мол, смог этого добиться, а стало быть не тупой. Да, без частей совести, но нет, не тупой. В принципе, в современной армейской системе быть не тупым не сложно, достаточно просто говорить то, что от тебя хочет вышестоящее руководство. И абсолютно плевать на то, насколько реальность расходится с действительностью. Можно было 8 лет докладывать о том, что нас встретят с цветами и приспущенными штанами в полусогнутом положении, а потом докатиться до того, что вот происходит сейчас. Можно докладывать, что крынки наши, а в реальности в нисколько неизменившейся ситуации продолжать там вести бои, нести потери. Смеяться над контрнаступлением противника на запорожском направлении, а потом потерять в разы больше на Авдеевском и за Авдеевском фронте. Каждый день докладывать, что зашли в Работина, а в реальности задаваться вопросом, а куда же делся целый полк. Единственная проблема – это ложь. Ложь самому себе. И как только начать перестать врать, то может начнет что-то меняться. Это и есть положительно поумнеть. Если еще год назад, в тяжелый период для нашей армии, можно было увидеть долю освещения проблем, то сейчас, где не прочти, там ситуация с повсеместной фронтовой радугой, конфетами и чудными единорогами. Да, вопреки этому, русские солдаты наступают и занимают территорию противника, но это все цена, которую ничем не измерить. И за красивой картинкой с красочным докладом стоит превозможение этими самыми русскими солдатами всех последствий лжи для этой самой картинки и доклада. Ну, как видите, Грайзон уже более прямо говорит, но, собственно, подтверждает и то, что говорит Росгвардеец, но, тем не менее, он лучше строит логические связи, понимая, что дело не в конкретном каком-то генерале, а в самой системе. Единственное, что, я бы сказал Грайзону, что если перестать врать, то вдруг внезапно окажется, что и вся эта война абсолютная г... которая не нужна в том числе и России, и российским гражданам. Но, так сказать, власти на это очевидно не готовы. Южный фронт пишет про еще один феномен. Видел видос на петербурганском канале, где на танке едет около 25 наших бойцов. На одном танке, облепив его со всех сторон, танк подбивают, то ли на мини подорвался, и все начинают с него спрыгивать и бежать по полю. Как же им повезло, что арта их не... Это чудо какое-то. Вопрос, это что за тактика такая? Крайне безумная, на мой взгляд. Пишет он. Да, этот видос надел много шума. Надо сказать, что смешно, что этот видос не один существует, а на самом деле их много. Вот, и я вам часть из них уже показывал. Грайзон добавляет, тут можно сказать, что дело не столько в тактике лампасов, сколько просто в отсутствии во многих подразделениях достаточного количества техники. Что, собственно, не исключает ее отсутствие как следствие тактики лампасов. Да, верно подмечено, что тактика именно как в крынках, так сейчас и на Авдеевском. Что касается снабжения, то знаю бригаду специального назначения, где, например, в роте 4 группы по 12-15 человек только у вас буханка и пикап. Конечно же, купленные за свои спонсорские народные деньги. Остальное уничтожил противник и прочая шайтанная сила. На штатной технике, например, передвигаться нельзя, потому что спалят как визуально, так потом и физически. Восполнение потерянной, упоминаемой мною, подразделений не идет, зато туловых подразделений и военная полиция вплоть до границы на УАЗ-патриот. Да будь моя воля, они бы на одноколесном велосипеде без седла ездили. Пишет Грейзон, но из этого текста мы также отмечаем с вами, что военные перемещаются на гражданских машинах, купленных за свои деньги, на буханках и на пикапах. Видите, он говорит про то, что если перемещаться на штатной технике, то визуально спалят. Поэтому очевидно, что они маскируются, используя технику, которая не похожа визуально на технику российской армии. Запомните этот момент, потому что, я уверен, еще не раз нам будут рассказывать, что вот смотрите, как же так, прилетело в буханку, а там были мирные люди, только почему-то вот на вот этой оторванной руке часть военной формы и шеврон. Зайдкомитет пишет про интересную тоже историю. Вы, возможно, видели, это бурно обсуждали, ну а как? Опять же, обсуждали бурно те, кто следят за войной пристально, или, как говорит Руслан Левиц, пристально, значит, пристально, кто следит за войной, замечали обсуждение вот этого танка-черепахи. Это значит, короче, взяли танк и просто заварили его сверху наглухо, создав такой прям таран. Торчить только дуло. Ну же не очень понятно. Многие восхищаются тем, что типа FPV по нему не может попасть, и это правда. Ну как бы может, но толку никакого. Это правда. Но зачем он? Вот что непонятно. То есть этот танк не может там быстро двигаться, из-за дополнительных навесов не может крутить башни, я не думаю, что может нормально наводиться. То есть да, наверное, эта консервная банка, ее сложно вскрыть, но зачем она нужна? Вопрос открытый. Ровно это произошло в его наступлении, он наступал там с другими, и в итоге другие размотали, но он смог уехать. Ну хорошо, он приехал и уехал. Смысл какой в этом? Я не до конца понимаю, но опять же, я невоенный аналитик. Но ZNU не по этому поводу, а по поводу того, что с ним произошло дальше. В общем, очень погордились российские военные тем, что смотрите, какой у нас классный танк-черепаха, смотрите, как он все выдержал. Может, это и гениальная технология, кстати, я не утверждаю, что это полностью бесполезно, просто я пока применения не вижу. Может, окажется, что это новое веяние типа мангалов. Вот, смотрите, он вернулся как классно. И потом, какая-то то ли волонтерка, то ли еще, я пойму кто, выложила видео из ангара, где он стоял. Ну и, как вы понимаете, дальнейшая судьба его была очень простая. Его уничтожили. Есть видеозапись, где развалины ангары, в котором он стоял, и как бы такой остов его. Опять же, обсуждали мы это с Русланом, он говорит, что он не уверен, что это именно этот танк, но я не понимаю, что это может быть еще. То есть мы видим какой-то остов, мы видим наваренные листы, как бы что, это еще одно было какое-то бронетранспортное средство, которое заварено было наглухо. *** его знает. Поэтому я с высокой долей вероятности могу предположить, что это тот самый танк. Ну, в общем, предполагают это и некоторые Z-каналы. Например, один из них, Z-комитет, пишет следующее. Руколицо. Такой хэштег он ставит, то есть знаменитый фейспалм. Два года войны, но благодаря ***, которые в погоне за красивыми фоточками выкладывают фото и видео местоположение техники, вражеские ресурсы осинта потом уничтожают эту самую технику. Это если надеяться, что без жертв. Когда уже эти *** перестанут пускать к фронту, задается вопросом этот канал. Но добавляет и Грейзон. В целом, немного данной болезнью могут болеть и военные. Несмотря на то, что большинство солдат все-таки имеют представление о хоть каком-то самоцензурировании фото и видеоматериалов, которые публикуются в интернете, все равно даже у них есть непонимание того, что, как проводится осинт и оперативная агентурная работа, на которой противник сосредоточил очень большой ресурс своих разведывательных ведомств. Если вы, будучи солдатом, думаете, что делая красивую фотографию, которую хотите выложить в интернет, будет достаточно замылить, заблюрить ваши лица и фон, где могут быть дома или отличительные сооружения вроде водонапорных башен, то нет, этого недостаточно. По своему опыту скажу, что на начальном этапе войны находил пункт временной дислокации противника на одном из направлений, увидев фотографию с его бойцом в одном из украинских каналов. Местоположение было найдено только лишь по наклонной рекламе вывоза строительного мусора с номером телефона. Обычный рекламный листок на жидком клее, который занимал 2% от площади фотографии, помог сузить поиск противника до квадрата 1 на 1 километр. Не каждый солдат на это обратит внимание при постинге фото в интернет. Многие также ошибочно думают, что раз они сделали фото в доме, квартире, ангаре или еще где-либо, то можно забить на любое цензурирование, кроме своего лица. В лучшем случае замажут виднеющийся пейзаж из-за окна или в проталинах ангара, попутно абсолютно не думая, что если вы не узнаете это место на фото, то это не значит, что его не узнает противник, который жил тут годами. Ангар, в котором расположена техника, видела сотни человек в деревне, десяток из нее в нем работал, еще десяток заходил или заезжал. Оппонент, им симпатизирующий, на основе фотографии, на фотографичной памяти узнают его по перекрытиям и отделке помещения, вплоть до кладки кирпича у стены, облокотившись на которую они много лет прерывались наперекур. Если вы делаете фото в частном доме, даже если этот житель пророссийский, даже если он уехал в сторону России, хоть сколько-то подсказывает ремонт дома, узор обоев, линолеума, если вы так хотите поделиться фотографией, то ставьте себя на место врага и смотрите на фото через призму его мышления. То, что сейчас каждый солдат имеет телефон, это новая обыденность, от этого никуда не деться. Если вы подозреваете, что в вашем подразделении есть *** в плане информационной гигиены, то проведите с ними беседу. И даже если таковых нет, профилактика тоже не помешает. И честно говоря, это довольно хороший пост. Довольно хороший пост не только для российских военных, но и для украинских. Как раз был скандал, о котором я рассказывал на прошлой неделе, ну и не совсем скандал, а история, что опять же запостили действительно видео из ангара, украинские военные, потом ангар расх***ли. Ну то есть это не совсем был ангар, там просто... Короче, слушайте, визуально почти вот по любой отличительности особенностей можно много чего определить. Правда. Будьте аккуратнее, не постите лучшие фотографии. Ну то есть, лучше избежать этого, если вы украинский солдат. Если вы российский солдат, постите все фотографии отсюда. Вы в полной безопасности, абсолютно будьте в этом уверены. Владимир Путин сказал, что всего достаточно, и от всего вас защитит, и что потерь вообще практически нет. Поэтому ни о чем не думайте и делайте фотографии, постите их прямо во ВКонтакте. Это надежная соцсеть, которая не даст вас в обиду. Ну а с вами был Майкл Наки с очередной Z-рубрикой. Вот, на самом деле у меня накопилось сразу на два выпуска, поэтому я думаю, что следующий будет довольно скоро. В любом случае, поддержите этот вашими лайками, комментариями, подпиской на канал, ну и помогайте украинской армии. Ссылка в описании на Freedom Birds. До скорых встреч, всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok